Всем привет, мои дорогие! Вещаю вам с моего окошка. Индер ушёл на похороны. У его друга умерла тёща. Я его накормила завтраком и ушла. А сегодня я выспалась. Хотя проснулась. В половине восьмого решила поспать. Сегодня я нахожусь дома. Никуда не вышла. У меня работа. По бизнесу. Вебинары, партнёрки. После конференции. Так что, мои дорогие, жертвовать надо своей прогулкой ради такого события. У нас отключили снова свет. Слава Богу, что у меня есть все устройства, приспособления для того, чтобы у меня был интернет подключён к компьютеру. И сейчас я вам открыла видео. А ещё чем я буду заниматься сейчас? Вот, как говорится, Вселенная меня направляет на то, чтобы я занималась каким-то полезным делом. Вот смотрите, вот эти занавески раньше висели у меня в зале. Они сбоку порвались у меня. И я вот срезала. Видите, сейчас буду строчить их. И повешу их в одной из комнат. И другие тоже в стирке у меня. Как хорошо иметь машинку. А здесь у меня такой бардак. Тут же у меня сейчас я хочу разобраться с этими шкульками. Посмотреть, что и как. Понимаете? Поэтому я так вот всё пока оставила. Они-то ещё иголочки какие-то подсыхают. Исыхают. Кстати, вот эти вот Подольск машины подходят под моё. И ножницы хорошо режут. И всё. Так что вот такая вот я деловая. Ну и вам открыла видео. Интернет то приходит, то уходит. Но ничего страшного. Вот мои тетради, что я пишу по бизнесу. Всё конспектирую. И Светлана очень серьёзно относится ко всему. Поэтому она всегда была отличницей. Вот видите? И как раз 10% здесь. И этот тоже. А здесь у меня мои дорогие рисунки. Сейчас вот я поострочу. И буду продолжать рисовать. В общем, мне некогда скучать. Самое главное. Самое главное. Мужем накормила, напоила. И всё. Хочу показать вам мороженое пломбир. Вчера я съела одно такое. Пломбир. Прямо написано пломбир. А это из сгущёнки. Так что стоит оно 17 лир. Продаётся в маркетах Carrefour. Сейчас мне очень захотелось его покушать. Какое вкусное. Вспомнила Батуми. Там вот самое дешёвое мороженое. Было вот этот пломбир. Ну, а здесь такое дорогое. Вкусно очень. Друзья мои. В Мерсине снова темно. В темноте готовлю обед. Мерджи Мерс Чорба. Хочу сделать из панаклы и мурта. Да, я сегодня. Пашкэм. А, вон мои кастрюльки. Видите, в темноте не видела. Пашкэм мой. Поднялся пешком. Естественно. Мы сегодня так мало купили. Потому что я заказывала ему такие яблоки. Он сказал, что помидоры самые хорошие. Взял по 7 лир. Извиняюсь, если темно. Персики купил он. Ещё что он купил? Огурцы по 10 лир, сказал. Самые хорошие. И зелень. Как-то непривычно у нас. Темно, темно. Тут у меня идёт активная работа. Хорошо, что я вчера постирала занавески и повесила. А то, видите, сегодня сидела бы. А здесь я хочу вот там занавески немножко их сужаю. Они потрепались в одном месте. Короче, привожу в порядок. Что вы думаете? Я сижу и работаю, пока света нет. Я нарисовала вот такой рисунок. И сейчас рисую второй. И готовлю, и рисую. Сегодня у нас базарный день. Милиция, полиция забита весь день. Всех гоняет, как всегда. Пи-пи-пи-пи. Что-то похолодало. Я даже вот надела маечку. Но приятная такая. Приятная такая погодка. Уже, наверное, спадает жара. Базар в полном разгаре. Здесь тоже торгуют. Уже их никто не гоняет. А я вот, смотрите, рисую второй рисунок. Красивый такой рисуночек рисуем. Женщины, говорят, сидят все. Ну, люди уже начали постепенно подниматься. Потому что... Потому что смысла нет ждать. Моя голубка где? Одним глазиком я смотрю на нее, но близко не подхожу, чтобы она не испугалась. Сидишь? Сидишь? Пропуля моя. Сидишь? Или нет? Сидит. Сидит она, сидит. Соседи там. Соседи кушают. Голубка сидит. Я пошла готовить испанаклы юмурта. Нету света, но у нас все есть в виде света, мои дорогие. Мой муж позаботился, и я вообще не ощущаю. Покажу, что готовлю сегодня. Я сегодня на разгрузочном дне на яблоках ему приготовила суп из мерки и испанаклы. Купила он такие огурчики, будет есть огурчики. У нас даже и вода есть. Вот, на седьмом этаже. Сейчас покажу, что он принес с базара. Ну вот, смотрите, что он принес с базара сегодня. Такие замечательные, красивые огурчики. Мне такие яблочки. Хорошие помидорчики взял. Мои такие любимые, люблю я такие. Так, а это что у нас? Это щавель и петрушка. И купил персики. Ну, остальное у нас всего очень много. Так что вот так вот мы живем. Без электричества. Хорошо, что вчера везде занавески перемыла, перестирала. О, какая я молодец. Всем доброго утра, мои дорогие. И снова я. Вчера у нас был какой день. Такого еще не было, чтобы на такое время отключали свет в Мерсине. Я, конечно, нашла, чем себе заняться. Рисовала вчера. В темноте готовила кушать, показывала вам. И знаете, что делала вчера? Расслабилась. Порисовала и расслабилась. Больше ничего не делала. В тиктоке как засела и все. Сейчас там эстафета популярная. И вот я каждый день, второй день сегодня сделала ее. Знаете, что она? Настоящий лимфодренажный массаж. Ой. Делается, проделается одна минута, потом можно и две минуты, и больше. Зависит от вашего настроения и желания. Но вы знаете, что? У меня подтянулся животик. Правда, я вчера еще немножко закрыла свой ротик. На яблочках посидела за разгрузочный день. Сегодня планирую пойти на зум. Еще, знаете, вчера вроде бы у нас передали штурмовое сообщение, что сегодня будет после обеда ветер, гроза, дождь, молния. Ветер со скоростью 60 км в час. Это мимо меня, я не верю этому. И сидите дома. А я вот знаете, что переживаю с мужем за мою птичку? Что теперь мне с ней делать, скажите? Я посмотрела, она с утра сидит. Ведь я не знаю, если у нее хватит терпения, и она будет ли под таким дождем сидеть тогда. Проверим ее, потому что ветер сдует, эти яйца. Птичку точно не сдует, но яйца сдует. Так что вот бегу я, рассказала вам все такие важные новости. А в основном ничего интересного. Четыре дня я сидела дома. Вот сегодня выхожу. Пятница, суббота, воскресенье. Я, в принципе, провела дома. Как время проходит. Улетит время, друзья, уже весна. Осень, осень. Чувствуется вечером, потому что уже приятно спать под простенькой только. Под простенькой. Ну все, побежала. Меня ждет Катюшка моя. Кофеек сейчас выпьем. Всем удачного дня. И не переключайтесь. Друзья мои, где я нахожусь? На велосипедах с Катюшечкой моей. Мы решили сегодня поменять день свой. У девочек по некоторым причинам не появились они сюда сегодня. Вы знаете, какая красивая водичка. Какая чудо, водичка, какая красота. Мы сейчас посмотрели бутики, прошли здесь. Боже, как здесь классно. Красотища. Сейчас мы хотим выпить копейку посидеть. Вот такой вот у меня сегодня неожиданный день. Какая красивая здесь все-таки посуда. Я была один раз здесь, показывала вам видео. 300 обожаю, 70. Катюша, 70% в твисте. В твисте 70% скидка. Полу гараж. Здесь очень хорошие сорочки тогда мой муж купил. Ну все, пошли мы домой. После месячного перерыва я направляюсь на зумбу, мои дорогие. Уже темно, когда выходишь. Ну не страшно. Почему страшно быть и в другом районе? Тут все в порядке, все вы охраняете. Не страшно выходить. Так что пожелайте мне удачи, попрыгать. Здесь сегодня прошло так замечательно. Столько дел переделала. Вообще я молодец. Успела еще порисовать, позаниматься и поработать. Ой, просто я умничка. Иду в свой автобус. И поскучилась по девчонкам. Приятного вам вечера. Я ехала с ветерком за 7 минут. Иду к девчонкам, собираются они. А вам прекрасного вечера, мои дорогие. Я так счастлива. Что вы думаете, мои дорогие друзья? Пришла я, поцеловала двери и возвращаюсь домой. Почему? Потому что сегодня, оказывается, в следующий вторник сумма начинается. Но я не переживаю, потому что я вышла, подышала воздухом, прогулялась. А еще, когда уходила, НДР, аж ты мой. Ой, не уходи, не уходи. Я его и ужином накормила, и чаем напоила. Все успела, даже порисовать успела. Но, вот такой вот сегодня у меня вышел случай смешной. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата.